Так а что, в чем ты хотел, Сережа, про мир? Нет, я про него проговорил, просто это было размазано несколько, вот, по всяким местам. Я так хотел, как концептуально, сесть. Основа, путь, плод. Дело в том, что, вот, основная проблема в заобщении, когда вы поняли, что есть основа, поймали вот это узнавание, то дальше встает вопрос о пути. Путь — это всегда невежество, это всегда неправильно. Если вы на пути, все, вы не в ту сторону идете. Дзокчен. Дзокчен — это ати-йога, это высшая йога. В ней как раз вот все предыдущие, там, Анутаро-йога, там, шесть йог наропы, там, и понеслось. Йога-тумо, там, вы огненные шары метаете, там, по воздуху летаете, там, все классно. Там, эти, едамы на себя надеваете, чакры самвара, там, все отлично. В ати-йоге как раз говорится, что, не, это все, ну, не это все, то есть это все хорошо, и это все нужно, но это все для нескольких жизней, и все такое проще. Как мы уже сказали, все уже, все уже. Единственное, что вы можете делать, это только вот к самому запредельному стремиться. Самое запредельное, оно не имеет никаких форм, образов и путей. Оно не имеет форм, образов и путей. И в то же время, оно вот прямо вот здесь у вас перед носом, вы этим запредельным как раз и являетесь, когда рождаете эту Вселенную. То есть вот все вещи, они наполнены этим запредельным. Только ваша мысль, она в узлы завязана, и у нее концептуализировано это все. Оно представлено в виде вот образов застывших, которые существуют в определенных правилах, нормах. Надо только всего лишь, как мы уже сказали, отпустить. То есть отпустить именно процесс мышления. То есть это парадокс. То есть с одной стороны мы вроде бы должны медитировать, медитировать не надо. Медитировать это значит, вы хотите, у вас есть некая цель. Цель, которая вас хочет куда-то привести. Цель придумывает всегда ум, даже самый тонкий и изощренный. То есть, соответственно, раз он это придумывает, то ума основная задача увести вас куда-нибудь в другую сторону. Потому что если вы придете туда, куда вы увидели в узнавании, это значит, что ум умрет, и вот того человека, который был, больше не будет, вот как убил. Нет у того человека, он умер, все. А это не он умер, это ум умер. Ум, который себя каким-то образом определял, как тот человек с такими-то вещами. Ум этого, ну никак не хочет. Он в курсе этой всей тематики. Поэтому его основная задача возглавить процесс просветления, как это обычно делается, и повести вас совершенно в другую сторону. Но при этом говорить, мы идем к просветлению. Мы делаем практику, которая необходима для просветления. Вот там сидит учитель, вот мы к нему придем, он нам все объяснит, записывает, главное, подробно. Если он неправильно объясняет, это хреново, и пойдем к тому, там будет запишено. Я тебя веду, я тебя приведу. И вот он так делает. В Ате-йоге поэтому говорится, что отпустите, не напрягайтесь, не создавайте складку местности. Что значит отпустить ум? А в том-то и дело, что ум, если вы не имеете, вот я говорю, ни желания, ни отвержения, ни цели, и не тупите при этом, он, как саморазвязывающаяся змея, он просто сам начинает во всем видеть вот эти совершенные формы. То есть больше нету отдельного объекта, то есть вот, как мы говорили, нету мира, который независимо от меня существует, и который меня пугает, или в котором я чего-то хочу. Этот мир имеет ту же природу, что и сновидение, он пуст. Это и есть основа, на которой разыгрывается третий вариант, что такое мышление. Мышление, оно еще похоже на то, вот мы про воду говорили, вода очень хороший образ. Про то, как вот когда снег идет, видели, кристаллики застывают, вода застывает в виде всяких симметричных снежинок, эти снежинки там падают снег. Вот так же ум делает с бесконечным вот этим основой. Он начинает ее фиксировать в виде застывших образов. Мыслеформа называется. Причем застывшие образы бывают разного уровня. Есть застывшие образы совсем тупые, которые, ну там, совсем тупые. Ну там, пожрать, поспать там, и хочу этого самого чего. Ну чего-нибудь такое простое. Вот, а есть мыслеобразы изощренные, то есть такие ажурненькие. Ну вот, например, просветление и путь к просветлению. Это тонкие мысли, но это тоже программа, которая загнана в определенную, ну там, такую завязочку. То есть вот это, и то, что является основой, связано вот в какую-то... И причем оно заморожено, потому что они же фиксированы. То есть, а заморожено это именно нашим желанием или нежеланием, то есть удержанием. То есть, если мы отпускаем, оно начинает размораживаться, и мы видим, что кристаллики льда, они та же вода, как и все остальное. Поэтому основа, она, из нее все лепится. И ей все является. И, соответственно, просто нужно расслабиться, да, и отпустить. В этом как бы и есть путь. Путь без пути, потому что все остальные пути, которые существуют, они вот начинают завязывать какие-то кренделя особенные. Потому что, ну типа, непросветленным будет плохо, просветленным хорошо. Это уже все понеслось. Это непросветленное мне не нравится. Ищу, где я просветленный. Вот просветленный, он должен выглядеть так, есть так, делать такие асаны, поехать к такому-то учителю. Вот так, вот так вот. А это значит, это я хочу. Это из области левого лунда все понеслось. Я хочу, я хочу. И, соответственно, жевущее мясо там или убивающее, или еще что-то. Это козлы. Я их не хочу, с ними общаться не буду. Ну, мы же сказали, надо вот на козлов смотреть так и совершенно вот не отторгать их. Но для этого надо с мелочи начать. Научиться, вот я говорю, отлавливать, когда у вас лунка подключена такой сильный, когда вы себя не контролируете. Потому что, если сейчас сюда придут немцы и начнут, ну, не немцы, а фашисты. Ну, не фашисты, а кто? Гоблины. Ну, гоблины. Для современного гражданина, да, правильно? Таких сейчас вооружу, резать, начнут там убивать. В масках. В масках, да. То есть я тогда очень напрямуюсь. Не успеете поймать. Да, не успеете поймать. Потому что, подождите, подождите, сейчас я продышу. Сейчас я спорю. А, кстати, иногда помогает. Кстати, совершенно верно. Да, подождите, подождите, и вдруг хоп, и люди забывают вообще о чем-то. Точно. Это один из, это ужасный способ. Я, это, подожди, кто же рассказывал про этот случай? Кто-то рассказывал про этот случай, что он, когда был подростком, у него, он управлял с нами. Ну, такая ситка у него была с детства. И как-то он так управлял с нами, что до него уже дошло, что вот реальность вот эта, в которой и реальность, она очень похожа на это. И что он даже начал пробовать, то есть можно программировать эту реальность. Ну, программировать в смысле того, там, знаете, как это, немцы поймали, расстрелять, расстрелять, расстрелять. А я не хочу, этого не надо. И он этот метод применил, там какие-то тоже люди его поймали, еще что-то такое. А он сказал, нет, меня надо отпустить, я... И вот так он, к одному, ко второму, главному, там, а его там чуть ли не на органы продать хотели, или еще что-то такое. И он так их убедил, сказал, да, а просто он сам не верил, он говорит, я не верил, что это как сон. Да, я говорю, я же во сне, это помню, как я от фашистов, вот, я с ними так и разбирался, он во сне, там, когда немцы его захватывали. Он с ними так... Да, он метод знал, он просто говорит, я его взял, применил, и они меня взяли и отпустили, да, и отпустили. Совершенно верно, поэтому надо сказать, подождите, я сейчас подышу, а они скажут, так, это тут дышит. Пошли, оставлю их мочить. Да, только не вдумайте это в натуральном месте, потому что это, надо быть подготовленным к этому. Не бы это просто было за совпадение. А это сейчас ум нам все объяснит и скажет, мне верьте этому. Просто сучик так похож на безобразие. Наши украинские братья, то есть, ну, из клуба, у них был друг, но он сейчас уже умер, он все время как-то путешествовал в Африке. И однажды он где-то в каком-то там, уже не в Африке, а в Африке, а в Африке, правда, тоже попал. Ему крутили войска, потому что дурак, там война, реально, ну, а вот он такой, то есть, он дома никогда не сидел. Суть в том, что его, конечно, взяли в плен, посадили в какую-то яму, он там, по-моему, чуть ли не месяц сидел. И чистым, как в кино, случаем решил, ну, то есть, там, мысли.